Привет всем добрым людям! Сегодня наша уже традиционная рубрика знакомства с логическими модулями. Сегодня мы познакомимся с базовыми, основными модулями И, ИЛИ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ, ИЛИ, ИНЕТ, О, ИЛИ. Так, вот они представлены в нашей коллекции логических модулей в разделе Basic, БАЗОВЫ. Я их перенес. Давайте покажу, как в целом можно тестировать любые модули. Мы накидываем маркеры, идем в раздел маркеров. И создаем свои болванки, вот они здесь внизу создаются. Мы берем, перетаскиваем маркер. Он создается, название может быть производится, и соединяем. Причем обратите внимание сразу на особенности модулей некоторых. ИЛИ, вроде два входа, а если нужно больше, я подключаю второй вход, у меня образуется третий, подключаю третий, добавляется четвертый. То есть выхода не добавляется, включающий ИЛИ тоже, особенность блока. Логика у меня такая, то, что только два входа. Давайте подключим выход. У меня подключено к серверу, так что вы будете видеть, слышать, как щелка я сейчас покажу. И запустим страницу. Блок И. Что значит блок И? У шейф, вон светодиод шестой. Нужно, чтобы присутствовали импульсы на всех двух входах. Нажимаю первый вход. Импульс на выход не проходит. Только когда я подал второй импульс, соответственно, выход прошел. И также, если я отключу один из входящих импульсов, то значение единичка на выходе пропадет. Давайте переподключим выход к блоку И. И исключающий ИЛИ. Он будет работать, этот блок, когда на входах разные значения. То есть, когда 0,0 и 1,1, на выходе будет 0. На 0,0 мы видели, значения нет. Давайте покажу. Сейчас стоит 1,0, выход горит. Сделаю 1,1, и пульс на выходе пропадает. Переподключим к значению нет. Это своего рода инверсия. То есть, когда на входе единичка, на выходе будет 0. Когда на входе 0, на выходе единичка. Ну, как сейчас, 0 на входе, это единица на выходе. Наш выход замкнут. Ну, а через маркер можно просто было на входе, чтобы увидеть дополнительную. И, соответственно, подаем единичку, на выходе будет 0. Переподключаем. Стим ругается. Нельзя во время активной страницы. Переподключаем на модуль или. Ор по-английски. Очень часто используемый блок. Например, если мы зайдем в передор. Наверное, здесь будет. То есть, вот блок здесь. Ор используется. Безопасность. Да, вот здесь точно используется. Мы забираем датчики с этих сигналов, с этих сигналов, с этих сигналов. И уже переводим. Один из самых популярных блоков. И, соответственно, импульс на выходе будет, когда приходит импульс на любой из входов. На вход один подавал импульс. Импульс на выходе прошел. Соответственно, другие входы не изменить состояние. Пока на одном из входов есть единичка, на выходе будет единичка. Убирая последний вход, выход выключается. Такие вот базовые модули. Описание на сайте, описание в приложении к учебнику. Пробуйте, экспериментируйте. Берите любой логический модуль. Подключаете маркеры. И полная эмуляция системы. Я работаю на физическом сервере. Все это можно с помощью маркеров делать на виртуальном сервере. Будьте внимательны. Некоторые импульсы на выходах очень короткие. И визуально в студии они не отображаются. Единички, красные линии не видны. Но это не значит, что импульса нет. Поэтому ставьте задержки. Задержки. Вот они здесь. Можно их создавать. Time Modules. Новый модуль. И вот мы с задержком. Наверное. Вот Switch Off Delay идеально подходит. То есть импульс очень короткий. Там 0.3-0.5 секунд. Но после этого держи мне еще импульс на выходе. Т1. Т1 ставим там 2 секунды. И все. И мы будем видеть на выходе вот этот быстрый импульс. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.